Казахстанская сборная по теннису Казахстанская сборная по теннису Несмотря на раннее утро субботы, на главном теннисном корте столицы, что называется, яблоку негде упасть. От такого ажиотажа и ожиданий болельщиков на плечах игроков большая ответственность. Серию матчей открывает Александр Бублик, который сыграет против датчанина Эльмера Меллера. В первом сете казахстанец подтверждает статус фаворита, легко закрывает партию, но, к сожалению, домашний публики в следующих двух не справляется с атакующим стилем молодого викинга и проигрывает встречу. Не совсем удачным получился дебют за национальную сборную на Кубке Дэвиса для Александра Шевченко. Упустив преимущество в первом сете, 57-я ракетка мира так и не смог вернуться в игру, потерпев поражение от датчанина Аугуста Хольмгрена. Следующий день для казахстанских болельщиков начался с трогательной ноты. На кортах национального теннисного центра прошли торжественные проводы знаменитого казахстанского игрока Андрея Голубева. 37-летний теннисист официально завершил карьеру. За годы карьеры Андрей сыграл десятки матчей за сборную Казахстана на Кубке Дэвиса, участвовал в летних Олимпийских играх, завоевал золото на Азиаде 2014 года в командных соревнованиях. Голубев – финалист Ролан Гаросса 2021 года в парном разряде и победитель двух турниров ATP. В том числе первым из казахстанцев одержал победу на пятисотнике. В 2010 году он поднимался на наивысшее место в карьере в мировом одиночном рейтинге – 33-е. А вот соревновательный день начался с парного матча. Для того, чтобы продолжить борьбу двум Александрам, Бублику и Недовесову, необходимо было обыгрывать датский дуэт. Такую надежду своим болельщикам казахстанские игроки дали в первой партии, когда имели сетпоинт, но моментом воспользоваться не смогли. В итоге игра завершилась не в пользу нашей сборной. 3-0 победа Дании. По договоренности капитанов был сыгран четвертый матч, который никак не влиял на исход итоговой встречи. На корте ракетки скрестили дебютанты Кубка Дэвиса Бейбуджукаев и Филипп Йорд. В этом противостоянии победу праздновал казахстанский новичок. С 2010 года, с тех пор, как мужская сборная Казахстана впервые пробилась в первую мировую группу, до игры зданий наши теннисисты выиграли 7 подряд домашних игр Кубка Дэвиса. Надеемся, что это поражение в родных стенах станет лишь временным испытанием на пути к новым победам. И даже у самых сильных бывают спады. Казахстанская сборная уже не раз доказывала свой характер, и она обязательно вернется сильнее, готовая к новым свершениям.